Всем привет, дорогие друзья! С вами Encrypted Xcode. Сегодня ко мне в руки попал крайне крутой и интересный девайс. iPhone 6s Plus на 128 гигабайт в цвете Rose Gold. Мечта всех гламурных особ, назовем их так, будем толерантными. И так как мой канал очень маленький, всевозможные распаковки, обзоры, первые впечатления уже были сделаны до меня, хочется чего-то оригинального и в этом видео я решил ответить на главный вопрос. Стоит ли покупать iPhone 6s или 6s Plus? Сразу скажу, что этот iPhone я не покупал, мне его дал замечательный человек за кадром. Сначала я озвучу причины, почему новый 6s нужно покупать, затем озвучу причины, почему его не нужно покупать. Поехали! Первая причина для того, чтобы покупать iPhone 6s, это 3D Touch. Самая большая инновация нового iPhone. И я слышал, что многие этой функции не пользуются, а зря. Если за какое-то время приучить себя ей пользоваться, то она будет серьезно экономить наше время. За счет контекстовых меню, которые вы видели только что, предпросмотра всевозможных объектов, например, ссылок в Safari или фото в Instagram. А также возможность управления курсором во время набора текста, которое не всегда может работать правильно в момент отпускания пальца от клавиатуры. Но вот, многозадачность вызывать при помощи 3D Touch, как вы уже видите, совсем не круто. Также функция 3D Touch позволит поднять настроение при помощи живых обоев или живых фото. Выглядит очень красиво, новые обои мне очень нравятся, даже когда они неподвижны. Вторая причина для покупки – дактилоскопический сенсор второго поколения, который работает ну просто молниеносно. Для сравнения мы возьмем iPhone 5S, первый смартфон с датчиком Touch ID, и попробуем разблокировать оба устройства одновременно при помощи Touch ID. И, естественно, сравним скорость разблокировки. На счет 3. Раз, два, три. И, как мы видим, действительно, iPhone 6S Touch ID 2.0 разблокируется намного быстрее. Третья причина – это камера, которая впервые за почти 5 лет приобрела 4 дополнительных мегапикселя, и теперь ее разрешение составляет 12 мегапикселей. К сожалению, размер матрицы не изменился, и диафрагма осталась прежней f2.2, поэтому качество фото также не изменилось. Но вот что действительно изменилось – это качество видео. Теперь можно записывать слоумо 120 кадров в секунду при 1080p, а главное – появилась возможность записывать 4K видео при 30 кадрах в секунду, что с одной стороны круто, а с другой – 16-гигабайтный iPhone 6S будут не в восторге, так как размер одной минуты видео в 4K равен 375 мегабайтам. Вот несколько сэмплов, снятых на iPhone 6S. Четвертая причина – это розовый цвет. Как ни странно, но некоторые люди покупают новый iPhone 6S именно из-за цвета. Новый цвет, как мне кажется, выглядит свежо, и абсолютно не походит на тот ядовитый розовый, который мы привыкли видеть. И на практике ощущается достаточно круто. И последняя причина для покупки – это если вы счастливый обладатель iPhone 6 Plus, так как 6 Plus – яркий пример того, как не нужно делать iPhone. Год эксплуатации показал, что железо 6 Plus не справляется со многими поставленными задачами, особенно в горизонтальной ориентации экрана, и iOS работает на нем из рук он плохо. Страшно сказать, даже 5S работает более плавно и стабильно, чем 6 Plus. На 6S Plus с его процессором A9 и 2 гигабайтами оперативной памяти таких проблем нет. Теперь, что касается причин для того, чтобы не покупать новый iPhone 6S. Первая причина – это массогабаритные характеристики, которые значительно выросли по сравнению с шестеркой. 6,9 мм в толщину у шестерки против 7,1 у 6S и 7,1 против 7,3 у 6S Plus. Но толщина здесь не самая критичная. Вес 129 граммов против 143 у 6S и 172 грамма против 192 у 6S Plus, что по меркам 2015 года непомерно много 6S Plus действительно ощущается достаточно тяжелым. Для меня это не является проблемой, но кто-то, в основном, я думаю, девушки будут не очень довольны увеличением веса. Вторая причина не покупать новый 6S – это дизайн. Если вас раздражал дизайн шестерки с ее полосами разделителей антенны, выпирающей камерой, то вам вряд ли захочется покупать 6S, так как дизайн ничуть не изменился. В этом случае я бы посоветовал покупать 5S или же ждать iPhone 6S, о котором крайне много слухов в последнее время, и надеяться, что его дизайн будет лучше. Третья причина не покупать новый iPhone – вы не любите чехлы и защитные стекла, но при этом вы достаточно неаккуратно пользуетесь телефоном. Телефон действительно очень скользкий и не цепкий, так что выронить его будет несложно. А как мы знаем, при падении iPhone 6 и 6S на грань, экрану гарантирована хана в силу конструкции самого сенсорного стекла дисплея, который заходит на корпус. А из-за инновационности и навороченности нового 3D-тач дисплея, его замена обойдется вам ни много ни мало, хотя все же много. Около 23 тысяч рублей в нормальном сервисном центре про 6S+. Даже говорить не буду, возможно, меня смотрят дети, я не хочу травмировать их неокрепшую психику. Ну и последнее по счету, но не по значимости, причина не покупать 6S – это цена, которая стартует от 51 тысячи рублей за обычную версию и от 57 тысяч рублей за плюс-версию. Для кого-то этот прайс может оказаться и вовсе неподъемным, а кто-то просто пожалеет вывалить столько бабла за новый телефон. Зато теперь Крым наш, не так ли? Подписывайтесь на канал, следующее видео будет об iPad Pro, читайте мой Twitter, там регулярные новости, вступайте в группу ВКонтакте, там я помогу с какими-либо проблемами, по части прошивок и джейлбрейка, и заходите в Instagram Vine. С вами был EncryptoTexCode, пока! Субтитры сделал DimaTorzok